И здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать на новое видео по карьере в F1 2019 с модом на сезон 2020, где у нас Китай, где у нас не приезжает к сожалению 2 из 3 обновлений и где у нас будет очень интересная погода в гонке. Кто уже мог заметить, у нас гонка будет стартовать по суху, посередине пойдет дождь, но завершаться гонка будет все-таки в сухую погоду. И переносимся на квалификацию, где вы видите быстрый круг в первом сегменте, но на самом деле дальше я прошел. Просто я сразу для себя решил, что мне третий сегмент не нужен. Мне нужен медиум, так как я видел по прогнозу, что дождь пойдет минут где-то через 15-20 после старта, а это как раз для медиума самое то. Ну а софт тупо бы не дотянул, поэтому я во втором сегменте взял медиум, поехал, проиграл всем, проиграл своему напарнику Магнусу, на котором я был в 14 секунду и остался 15 на медиуме. Ну а сейчас быстрый круг на софт тем в первом сегменте. Кстати, достаточно хороший круг, за исключением третьего сектора. Я, когда завершил второй сектор, вез своему лучшему времени 6 десятых, но из-за вот этой вот ошибки в улитке в обратной, потому что я зацепил поребрик, и из-за этого меня просто поребрик сожрал, и из-за этого, конечно же, выход просто получился очень печальным, и я вот так вот проиграл несколько десятых. Кстати, по графике. Графика не ультра, я решил, что с ультрой я слишком загнул на ультра графике, как-то в 70 фпс уже не так уж и прикольно играть. Да, типа зажрался, раньше было еле-еле 60, сейчас 70 мало. Короче, высокие настройки графики, низкие только стоят зрители и зеркала. Они на низкой графике, остальное там все высоко. А, еще погодные эффекты стоят низкие, потому что, ну, хочется вот так вот сделать. Вот и не результаты первого сегмента, у вас на глазах. Ну и мы, в принципе, переномимся на стартовую решетку, где у нас на пол-подишн, конечно же, очень удивительно стартует в Альтри Бутс на Мерседесе. Дальше у нас стартует Ливис Хэмилтон, очень, кстати, быстро все прогружается. Дальше у нас стартует Макс Версапин, Тебастьян Феттель, Шарли Клер, Деван Баттлер, Пьер Гасли, Ландо Норрис, Лукас Вейбер и Серхио Перес замыкает топ-десятку. Кстати, мод уже немного обновленный, если вы помните, что вместо Халка был Ярослав Кухлевский, то сейчас у нас уже реально окон. Ну, только немного Ника Хюлькенберг. Короче, мод обновлен, в принципе, мне обновление понравилось, но так, у нас гонка, пока что стратегия Medium Hard, но у нас точно будет переход на промежуток. Ну, а сколько мы будем ехать на промежутке, это точно неизвестно. Ну, известно то, что гонка заканчивается в сухую погоду. Гасла не стартует Гран-при Китая, все срываются с своих мест. У меня достаточно хороший, кстати, старт, но у Ахона, который не Кахюлькенберг, был он немного лучше, и сразу я пытаюсь найти себе место по внешней траектории. Только топ-десятка стартовала на софте, все остальные выбрали Medium на старт, и, в принципе, это должна быть выигрышная стратегия. Три в ряд мы заезжали в третий поворот, ну, короче, вы поняли. И я тем самым вышел на тринадцатую позицию, еще и задайвил на Квиата и Строла. Строл бы мне просто сломал бы крыло, поэтому я притормозил, решил пройти к Квиата, но Квиат просто вышел по траектории лучше, и на меня уже нападает Кимми Райтнин, но от которого я, слава богу, по внутренней траектории защищаюсь. Ну и так я уже по итогам первого сектора, почти второго, я уже занимаю позицию по номерам 13. Повтор старта, опять-таки, очень красиво выглядят Ливреи, новенькие, такие классненькие, как классно. Короче, вы видите, как у нас Макс Верстапин начинает нападать на Льюса Хэмилтона, у нас Феттель борется с Албаном, ну и Макларены пытаются как-то бороться с Леклером. Но, в принципе, у нас оба Редбула выходят победителями из своих пар, и Макс Верстапин становится вторым, Албан становится четвертым. Ну и Феттель или Леклер не очень видно, начинают как-то бороться с Маклареном, но все-таки Макларен Лаундан-Реса проигрывает позицию Феррари. В принципе, неудивительно. И уже на первом круге вы можете заметить первые капли дождя. И тут я просто хотела убить того, кто делает прогноз погоды, потому что так бы я квалифицировался бы на софте, и достаточно высоко квалифицировался бы. И уже через несколько кругов, скорее всего, нам надо было бы менять свой комплект на промежуток. Я такой типа, ну да, классно, у нас уже пошел дождь. Сразу же выбрал себе промежуток на питстоп и решил проходить Квята. Квята прошел достаточно хорошим, красивеньким, да и вомбом. Хорошо прямо тормозился, без блокировочек. Хорошо на внутренний закрепился. Ну и его прошел. Да, немного бок о бок приехали, но по внешней траектории, да, немного за пределами трассы, я его прошел. Также еще поставил себе крыло, чтобы мне поставили на четверку, чтобы побольше было прижимано силы в дождь. Ну и поехал догонять строла. На третьем круге я его догнал. Подрубил все, что можно. Открыл ДРС, которое все еще разрешено. Но комплект, в принципе, вообще не снашивался, я бы так бы сказал, 11%, не так уж и много для Китая. Ну и строла прошел опять-таки очень красивым дайвбомбом, без блокировок опять-таки. Прям все очень красиво, красивенькие дайвбомбы, классные обгоны в силе Денрикярда. Ну и поехал уже как-то отрываться от срок, потому что на софтах, кто едет, их уже не догнать. Ну и дальше у нас входит Лукас Вейбер, из-за которого выезжает машина безопасности. И я такой типа, кто не рискует, тот не пьет шампанского, поэтому решаю сейчас уже заехать и переобуться на промежуток. Потому что я решила, что уже скоро, вот как раз мы будем 2-3 круга кататься под машиной безопасности. Машина, не машина, а трасса должна уже подмохнуть. Ну и в принципе, начал перебываться на промежуток. Под машиной безопасности у нас сошел Льюис Хэмилтон. И как бы из-за этого уже ничего не может появиться, потому что, ну как бы, машина безопасности уже на трассе. Короче, вы поняли, я перебываюсь на промежуток, Хэмилтон сходит, он припарковался там же, где и Вейбер. Только где там машина Вейбера, ее что, так быстро убрали из этого СК тогда вывешивать? Короче, ладно, перебылся на промежуток, единственный, кто это сделал. И когда я выехал, промежуток, ну, я бы не сказал бы, что он перегревался, но его температура была выше, чем его рабочая. А значит, все еще трасса не очень подходит для промежутков. Но на рестарте на 7 круге я уже видел шлейф из-под колес, я видел, что уже дождь достаточно сильный. И промежуток уже начинал работать в темпе слика, так что сейчас они работают одинаково. Ну и я удержался за кубицей, и на этом же 7 круге все едут на пид после рестарта. Гениально, гениально просто. И я уже выхожу на 11-ю строчку, проследую кубицу. И у него сейчас начинаются такие огромные проблемы, он едет прям очень медленно, я к нему уже подлетаю просто прям очень быстро. Ну, вы видите, что позади идущий прибывается на промежуток, и я уже ищу себе место, где пройти куберторобицу. И решаю, что, ну, мне должно хватить комплекта, чтобы сделать дайвболм. Комплект почему-то у меня перегрелся, передняя левая страдает, но оно во втором секторе каким-то образом успевает остыть. И, короче, на 8 круге завершается у нас волна битстопов, я ловлю первый срез, ну и выхожу в лидеры данного этапа, потому что, опять-таки, гений тактики, во мне какой-то родился и достаточно хорошо работает. Преимущество на выезде у меня в больше 8 секунд. И эти 8 секунд Макс Ферстаппин сожрал за 5 кругов. И на 13-м круге он был у меня на хвосте. У меня промежуток достаточно сильно износился за то время, пока мы ехали на полусухой трассе, поэтому я решаю свернуть на пит, а они едут дальше. По расчетам инженера я должен выехать на 11-й позиции, ну и я ему решил довериться, типа, ну поехали тогда сейчас уж на питстоп. Заехал, промежуток уже достаточно сильно изношен, 61%, и я так подсчитала, он мне говорил информацию по погоде, что мне этого промежутка точно не хватит доехать до сухой погоды. Ну и решил я еще раз приобуться на еще один промежуток. Ну а остальные, скорее всего, будут ехать на сухой погоды, но, в принципе, сейчас я возвращаюсь в ту позицию, на которой должен вообще и быть. Выехал прям бок о бок со своим напарником, и сразу же его прошел. И тут я понял, какой же классный я сделал выбор, что перешел на свежий промежуток. Они были очень медленные на своем уже изношенном, где-то 40%, мне кажется, промежутке, ну а я на свежем выехал, и сразу же видно, да, я делал свинский дейбомб на Строла, был контакт, из-за этого он проигрывает позицию Магнусу, он прям свинья, это как раз при близкой ролика. Но, короче, я на разгонах намного лучше их, потому что у меня сцепление промежуток ловит лучше. Ну и сразу же на 15-м круге догнал Ника Хюльгамера, который немного из Топана Акон, который едет за Кимми Райгнином на его Альфа-Ромео. И сразу же прохожу Акона, давайте его так называть, и, в принципе, никаких проблем нету. Думал, сейчас как на Кимми еще нападу, а Акон решает, что, а, нет, давай-ка мы с тобой приедем в Буковок, и он пока что не сдается, и достаточно хорошо удерживался он на внешней траектории, но все-таки промежутка ему не хватило. Ну и на этом же 16-м круге уже Акон достаточно сильно подотстал, и напрямую я разделываюсь с Кимми Райгнином. Очень сильно прям не хватало мне максималки почему-то, но и по внешней траектории, опять-таки, за счет более свежего комплекта, я его легко смог пройти, хорошо выйти, и видите, как они просто мне все проигрывают на разгонах. 16-й круг, перед мой Гасли, и я еду в погоню за ним. Но на 18-м круге почти все, кто были передо мной, решают взять еще один промежуток на пидстопе. И прямо передо мной, Буковок с Гасли, выезжает Вальтри Ботос, который не смог справиться с Гасли, и я уже пользуюсь этим и пытаюсь как-то поднести траекторию и пройти Ботоса. Что у меня достаточно хорошо происходит, я выхожу уже на пятую строчку. Мне пидстоп делать не надо. Гасли, скорее всего, едет до конца, так же, как и Макс Верстаппин, Терхио Перес и Шарли Клер впереди. Ну а Ботос застрял за мной, к нам уже подъехал Феттель, который тоже застрял за Ботосом, и Ботос сразу же начинает как-то делать на меня атаки. И на этом высотном круге он пытается меня пройти по внешней траектории в первые улитки, но у него это... Мне казалось, что у него сейчас это выйдет, но я удержал свою позицию по внешней траектории. Прямо было очень удивительно. Он поначалу вышел хорошо, но потом зачем-то притормозил на разгоне, из-за этого у меня вообще скорость на разгоне была лучше. Остался в его базе и по внешней траектории, лучше оттормозившись, лучше пройдя повороты, разгоняясь по траектории, я его прошел обратно. Ну, как бы, я немного подостала от Гатсли, но на этом же 20-м круге, совсем спустя несколько поворотов, я уже начинаю замечать, что у меня перегревается промежуток, и трасса все больше и больше подходит под кондиции сликов. И вы видите, как мы едем 3 в ряд, но ботса вообще максималки нету, мое чувство. И все-таки уже Феттель пытается меня атаковать, но снова я разгоняюсь лучше по траектории и не даю свою пятую позицию Феттелю. Ну, а Гатсли всем этим пользуется и отъезжает. Второе предупреждение схватил, и на 21-м круге я решаю, надо заехать на Пит, чтобы взять, собственно говоря, себе слик, потому что все, трасса подходит под слик, и в этот же момент нам разрешают ДРС. Я понимаю, что я сделал отличный выбор, но, к сожалению, прямо перед заездом на Пит я пропускаю Феттеля. Прямо очень обидно это было. Но промежуток 40% износа, в принципе, нормально. Заезжаем на 6-й позиции на Пит, думал как-то пройти Феттеля тут, но это было слишком рискованно. И, в принципе, сейчас у нас будет массовая волна Питов, но у нас проигрывает Макс Верстаппин, который поехал дальше на своем промежутке. Но у него было слишком большое преимущество над Леклером и Пересом, чтобы сейчас взять и проиграть свою первую позицию. Спокойно заменил свой комплект на софт, и вижу, что все выезжают на медиумах. Я понимаю, что до конца остается 7 кругов. В принципе, на пустых баках под конец пасмурной погоды софт должен достаточно спокойно это доезжать. Но почему-то все вот как раз таки едут на медиуме. И тут сразу же вы сейчас увидите, какое у меня огромное преимущество. Я отыграл 5 секунд до Гасли за 1 сектор. Ну, может, 3. Какая разница? Ну, я его быстро прошел и поехал дальше, потому что я не знаю, почему они так медленно ехали. В таких полудождевых условиях, когда трасса должна все лучше и лучше подсыхать, и больше и больше сцепления становится, они едут прям очень медленно. И я даже догонял Переса, но спустя где-то 3 круга... Я достиг такого отрыва до Переса. Максимум у нас что было? Точнее, минимальный разрез, который между нами был, это 1.7. Но потом у меня тупо сдох софт, плюс кондиции полностью стали сухими, и боты поехали в полную силу. Тем более еще и на достаточно живом медиуме и ставили просто каждый круг лучший для себя. У нас побеждает Макс Ферстаппин. Все-таки я доезжаю на четвертой позиции. К сожалению, я не смог доехать до подиума. Было бы это как раз кстати, потому что на прошлом этапе был просто огромнейший провал из-за... Да вообще непонятно из-за чего. Из-за чего вообще этот прокол появился. Короче, второй у нас доезжает Шарли Клерн, ну и третий доезжает у нас Серхио Перес на своем рейсинг-поинте. Вот что-что, а Перес это достаточно удивительный пилот на подиуме. Так что у нас уже из такого удивительного это Ян на подиуме в первой гонке и Перес на подиуме в третий. Дальше у нас будет Азербайджан, городская трасса, которая, надеюсь, будет посоху. И там будет интересно, потому что, надеюсь, обновления все нам доедут. Ну и, надеюсь, что наш мотор, просто молюсь на него, и надеюсь, что после Формулы Зеро, как я там эту трассу просто так выучил, что, надеюсь, я смогу там показать хороший результат и в карьере. Пятым у нас доезжает Фетель, потом Боттас, Гасли только, к сожалению, седьмой. Дальше Норис, Батлер и Эстабанок. Он замыкает топ-десятку. Гасли мог спокойно доехать пятым, но он доехал всего лишь седьмым. Все стратегии, вы видите, что софт промежуток-промежуток-медиум. У Гасли, у Переса и у Леклера с Версаппиным просто идеальная тактика. Это софт-промежуток-медиум. Но лучше, если был бы софт-промежуток-софт, это была бы вообще идеальная выигрышная тактика. У нас, в личном счете, прям очень много изменений. Леклер выходит на первую позицию. Я пока что четвертый. У нас единственный, кто без изменений, это я, Фетель и еще кто-то внизу, это Джевинаци. Остальные все меняются просто местами. Ну и в купе конструкторов тоже достаточно много изменений. Всех их просто называть не буду. Просто это у вас на экранах. Но самое главное, что Хас у нас четвертый. Мы пока что держимся первыми из остальных достаточно с хорошим преимуществом. И Мерседес, кстати, всего лишь в 20 с чем-то очках от нас. Если мне не брез маленький экранчик Сони и Вегаса. Ну ладно. У нас, короче, соперничество с Магнусом продолжается. И мне Эмма говорит, выбери себе соперника. Также еще вырезки из интервью Уэббера и Баттлера. Кому интересно, можете за скрини прочитать. Ну и я решил выбрать себе соперника. Решил не брать кого-то из топов. Решил взять Вебера. У меня был там Норрис и Вебер из Макларена. Решил взять Вебера. За него даю типа больше буста. Я еще после... Перед квалой краски взял обновления, которые нам не приехали. Ну и на этом я могу, буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok